Создавая ТСЖ, люди стремятся к тому, чтобы стать хозяевами своего дома. В центре Петербурга членам товарищества приходится быть еще и хранителями памятников. Именно с таким положением дел столкнулись в ТСЖ дом Маркова на Каменностровском 63. Когда мы приняли дом в свое управление, то мы сразу обнаружили на карнизе два лежащих камня. И сразу написали письмо, сами первые написали письмо в КГО, что помогите. На первое обращение ТСЖ в Комитет по охране памятников чиновники ответили, что помочь постараются. Однако в адресную программу ремонта дом не попал. Спустя год на проспект посыпались камни. Последние несколько месяцев ленточные заграждения не убирают, боятся новых обрушений. Слава богу, что камни упали ночью. Еще есть несколько таких камней, но они уже значительно выше. Поэтому остается очень серьезная аварийная обстановка. Вот те камни, которые мы сняли с карниза, вытащили их через помещение квартиры своими силами. Все остальные камни, которые у нас тоже были, мы их отдельно складируем, чтобы они дождались своего времени, момента, чтобы как-то послужить при реставрации. Это здание знают все историки архитектуры. Один из самых видных исследователей петербургского модерна напоминает, что это первая значительная работа Зодчего Щуко. Владимир Щуко, конечно, одна из самых значительных фигур в петербургской ленинградской архитектуре 20 века. И уже этим во многом определяется значение этого дома. Неоренессансная композиция этого дома, созданная Щуко, она была новаторской для своего времени. То есть это ключевой памятник неоренессанса в петербургской архитектуре. Согласно федеральному закону, ремонт памятников культурного наследия должен проводиться за счет собственников здания, даже если это жилой дом. Стоимость реставрации дома Щуко порядка 90 миллионов рублей. Могут ли простые жители нашей страны осилить вообще такую сумму? Это вообще просто абсурд такой. Вместо того, чтобы скидывать это все дело на собственников, надо было их предложения, их требования направить в жилищный комитет, с тем, чтобы эти предложения вошли в программу по капитальному ремонту. ТСЖ «Дом Маркова» в своих попытках добиться реставрации останавливаться не собирается. За всеми ремонтами члены правления следят лично. В свое время даже заставили подрядчика переделывать художественную плитку на цоколе. У домов, где собственники не объединены ничем, кроме общей крыши, перспективы менее радужные. Фасад дома Щуко в 1912 году получил серебряную медаль на международной строительной выставке. И этого факта сегодня тоже недостаточно для того, чтобы государство поддерживало памятник в том виде, которому он безусловно заслужил.